Никто не в самой лучшей в мире. В течение четырех лет он уже в Украине находится. Мы создали группу в Николаеве инженеров, дизайнеров, архитекторов. Мы имеем людей, которые работают в лаборатории, бухгалтер, аудитор и так далее. Название нашей компании – ECSF33. Мы работаем над проектом. Мы хотим найти соответствующие альтернативы существующим традиционным способом строительства. Мы хотим первой нашей цели для того, чтобы это было экономично и экологично. В течение часа он будет свою часть представлять. Они разыгрывают, кто первый, кто второй. Поэтому он выиграл сегодня. Андрей будет представлять вторую часть. Поэтому не надо будет переводить. Он будет в Украинский английский. Итак, мы будем говорить об экономике и экологии. Это название нашей конференции. Обычно представляют экономику и экологию как два врага. Экономика всегда действует в пользу планеты. Несколько тысяч лет тому назад греки считали, что экономика и экология – это два слова, имеющие один тот же корень. Экономика имеет те же самые происхождения. И для них их название было «Ойкос». И для того и другое это было «Эйко» в общее название. Я был просто уставший. Немножко истории. По мнению наших ученых, наша планета была создана 5 миллиардов лет тому назад. 6 тысяч лет тому назад было совсем немного людей прожило на планете. И, как видите, они не очень много получали. Обычные люди на этой планете строили из естественных материалов. Глина, лес, кости животных, а могут быть и людей. И, как правило, это все не создало каких-то отходов. Было традиционно повторно использовать и переделывать то, что уже имелось. Сейчас, в последних сотен лет, как вы понимаете, этот период закончился, и мы имеем глобальные ограничения. Поэтому сейчас мы имеем дело с глобальными нарушениями. В течение двухсот лет в течение двухсот лет топовоэнергетическая промышленность появилась. Петро, газ, бензин, газ, нефть, вернее, уголь. И появился цемент, из которого мы строим. который производит достаточно сильный химический продукт. Все использование всего выше сказано и приводит к выбросу окрепи в атмосфер. Как вы видите на этой схеме. В течении 200 лет мы создали больше загрязнений в атмосфере, чем в предыдущей тысячи лет. Не собираются говорить ничего об атомной энергии. В течении 80 лет она достаточно прилично всяких халкот наделана. Следующий параметр, на котором Вейд хочет остановиться — это уровень потребления. Как вы можете видеть, в течение 50 лет мы потребляемся больше и больше. Если мы будем продолжать в том же духе, то нам понадобится не одна, а несколько планет. Если у вас есть возможность попасть на Луну, можно попытаться идти в отряд претендентов. Если мы хотим остаться на той же планете, мы должны умершить наше потребление. Следующий параметр — это демографический взрыв. В 1950 году у нас было 2,5 миллиарда человек. 100 лет спустя 100 лет спустя у нас будет 4 раза больше. 9 миллиарда человек. Если вы добавите еще дополнительные параметры — загрязнение атмосферы, уровень жизни, демографический взрыв — это будет уже слетать всего, что сказано было до сих пор. Глобальное утепление. Глобальное утепление. Глобальное утепление. Глобальное утепление будет поменять климата. Если мы не поменяем наши параметры, о которых говорили вы же, какие у нас перспективы на ближайшие годы. Это оптимистический подход. Это оптимистический подход. Это пессимистический. Это лучше сказать, что мы не знаем. Как это влияет на природу? Как это влияет на нашу природу? Будет более температура. Будет более сильнейшее утепление, повышение температуры. Большое количество воды. И соленую воду. И меньше чистой воды. Натуральная катастрофа будет увеличиваться. Иногда есть дезертификация. Больше дезерта. Не дезерта, дезерта. Иногда есть слишком много воды. Или, а в другой стране, может быть, слишком много воды. Больше чем нужно. Как последствия на природу. Вы уже, наверное, слышали об этом. Какая ваша специальность людей, собравшихся здесь? Пожалуйста, погромче. 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 А, вы изучаете экологию? И строительство. И строительство. И строительство. И дизайнеры. Вы в правильном месте. Попали как раз точку. Не ошибся. А, вы слышали об этом. Итак, последствия от влияния микроза. Но, последствия не только на природу, а экономическое влияние. Может быть, мир влияет не только микроза, а может быть, и экономическое влияние. Это будет на сельское хозяйство. Это будет на политику. Социальные вопросы, касающиеся плотности населения и так далее. Здоровье, которое будет также затронуто. Некоторые заболевания, если вы увеличите 2 градуса на планете, то вирус будет более сильным. Два процента увеличения каких-то заболеваний на планете может дважды увеличить заболевания по всей планете. Но, также, тела людей могут на эти заболевания по-разному реагировать. Ну и на среду обитания. Сама практика строительства изменится. Мы должны потребовать меньше энергии. Как вы понимаете, в вашем стране экономика в вашей стране падает. И стоимость будет падать в цены. Для того, чтобы не только строить, но также и уничтожать и перерабатывать. Необходимо большее количество изоляции. Больше вентиляции. И необходимо децентрализировать производство энергии. Необходимо быть автономными в получении энергии. И важный вопрос, именно как обращаться с отходами. Какой выход из положения? Останавливаться или что? Я всегда чувствую какой-то плохой птицей, которая дает вам плохие новости. У нас есть различные выходы из положения. Если мы говорим про глобальные нарушения, мы предлагаем локальные решения этих проблем. Наши политики в состоянии создать глобальные нарушения. Наша задача решение находить на местном уровне. Если мы будем ждать решения от них, то они будем очень долго ждать. Поэтому мы решили создать группу. Которая будет работать в интересах следующих пяти поколений. Это означает, что наши инвестменты в исследовательство и в развитии наше время. Поэтому мы расслабляем наши капитовые вложения, как это односрочное. Большинство из вас молодые или имеют детей. Но когда вы будете придавать своим детям, было бы приятно, что мы передали им все дочисткой. Поэтому мы с нашей командой как раз пытаемся работать в этом направлении. Как мы помогаем природе? Естественно используем только естественные материалы. Которые можно получить в местах строительства. Мы перерабатываем и вторично используем материалы. Тиры, металлы. Мы используем материалы устойчивых нагрузок. И мы используем низкое количество энергии для производства транспорта. Наша миссия заключается в том, чтобы найти какие-то альтернативные системы. Существующим способом строительства. Не только экономичным. Но также интегрированного экосистема. С лучшим уровнем качества, но с меньшими ценами на рынке. Мы хотели, чтобы это все было доступно, прежде всего другая. Мы работаем для планеты, для людей и для непрерывного прибыли. Еще один способ нашей инновации заключается в понятии Чуага. Если кто интересуется, можно найти объяснение в Википедии. Мы просто используем нашим чувством для создания для людей, как нас. Это способ нахождения путей для решения проблем для людей, типа нас. Мы хотим сделать больше с меньшими затратами. Это что касается культуры данного проекта. Об этом может быть несколько дней. Если хотите поговорить об этом, можем еще раз прийти и обсудить все эти данные. Это главные, глубоко заложенные корни нашего проекта. Наши приоритеты. Мы хотим предоставить крышу над головой для людей, которые находятся в основе этой пирамиды. Это означает основание пирамиды. Это та часть, большинство количества бедных людей. Большинство из них получают меньше 10 долларов в день. Более высокая часть этой схемы, которые получают больше 40-60 долларов в день. Но у них уже есть крыши над головой, так как нижняя часть этой крыши не имеет. Большинство банковские служащие скажут, что это полностью дебилизм. Финансируют людей нижней части дороги. Как они будут платить? Мы считаем, что деньги не являются главной ценностью. Энергия, время и эмпатия. 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 Рассказки. Мы не хотим следовать капиталистической модели развития. Мы не говорим о коммунистической модели. Мы можем найти третью путь. Мы можем... Может быть, это потом. А, да. Мы создали технологию предварительного создания предварительных изготовления предварительных элементов дома. Мы, собственно, следовали тому пути, который наши предшественники создали. Мы своеобразно немножко украли у них эти идеи. Поэтому мы создали так называемый зеленый производственный процесс. Это наша сумасшедшая команда. Вот такой дом действительно существует в городе Николаеве. В Падебиде тоже существует. Некоторые из них здесь сидят в сале. И если вы хотите нас посетить, пожалуйста, проходите. Наши зеленый производственный процесс может быть установлен даже в деревьях. И не требуется большого количества энергии для него. Мы работаем на уровне индустриальных стандартов, промышленных стандартов. Наши продукты постепенно, наши товары постепенно производимы нами улучшаются. Мы имеем организацию. У нас есть организация. Сам процесс. Мы работаем с дисциплиной. У нас хорошо созданы дисциплины. Цель этого процесса заключается в том, чтобы дать работу людям с деревенью. В городе, в течение 9 месяцев, люди в сельской местности ничем занимаются. И большинство людей в городе живут в городе. Наша бизнес-модель Они хотят создавать работу в местах, где люди, у которых нет возможности оставаться. Поэтому это проект где-то между капитализмом и коммунизмом. Мы предполагаем, что мы можем создать кооператив и создать ценность неопределенно для создания продуктов высокого качества из естественных продуктов по низким ценам. Это тест. Николай, это тест. Мы тестировали много конкурентов нашего продукта. Были проведены исследования многих товаров, вернее, материалов, которые использовались для строительства. Критычи и так далее. И оказалось, что самым лучшим является материалом солома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова